роман приветствую тебя приветствую артем очередной эфир снова обсуждаем технические фундаментальные рыночные возможности делимся нашими подписчиками все кто следит за совместным с тобой контентом взглядом опять же очень рассчитываем друзья то что эта информация вам полезно вы используете и если так обязательно комментарии фидбэк всегда приветствуется не забывайте ставить лайки как я уже говорил лучшая мотивация для тех кто готовит контент так ну сегодня у нас точно интересная встреча потому что мы оба обсуждаем очень активный рынок и довольно активный он после заседания американского регулятора итогов которые были подведены собственно в среду все конечно же изначально настраивались на то что рынок точно придет в движение потому что ждали конкретики по поводу процентных ставок сокращение окончательного сокращения программы количественного смягчения были ожидания что фрс пройдет свет именно на программу количественного ужесточения уже то есть сокращение баланса и в принципе большая редкость для фидрезерва но на все эти вопросы ответил и уважил тех кто делал большой акцент на укрепление позиции американского доллара частности друзья что стоит сейчас отметить так это то что март уже доподлинно известно со слов самого регулятора это тот период то заседание когда ставка будет поднята причем это будет первое решение в этом году но далеко не последняя и если до заседания фрс на рынке максимум на что у нас появились на 4 повышения процентной ставки то а сейчас это уже прям программа минимум и после риторики паула есть точка зрения что фрс будет повышать ставку вообще на каждом заседании поэтому мы увидим как минимум шесть аналогичных решений программа количественного смягчения будет свернута в марте что касается сокращения баланса то покажется немножко подвешенный вопрос но я понимаю что все таки сложность его и конечно же регулятору нужно больше времени чтобы посмотреть как лучше убирать те объемы облигаций которые были накоплены за время пандемии запомню что баланс фрс в период времени с 20 года увеличился до 9 триллионов долларов давай демонстрация экрана у меня с открытым индекс доллара 97 34 мы вышли из довольно продолжительного коридора в котором находились и 97 сопротивление уровня пробит и теперь принципе очень хорошие условия для дальнейшего роста американского доллара причем я думаю что эта идея будет прям основной на моего контента и мои рекомендации вообще на будущие периоды потому что лично я вообще не сомневаюсь в том что доллар в этом году покажет серьезную восходящую динамику вооружившись таким хорошим фундаментальным афон поэтому сейчас а тем кому интересно зайти на долгосрок индекс доллара это идеальный инструмент для этого потому что нет свопов и об этом тоже много раз говорил то есть довольно сдержанная волатильность даже тогда когда фон насыщен то есть вы друзья не окажетесь надо свойственно для них как трейдер ситуации когда вы оставляете в покое рынок на несколько дней а потом когда снова возвращаетесь к нему видите совершенно какие-то немыслим на уровне индекс доллара в этом плане довольно последовательный консервативный актив поэтому на долгосрок можно заряжать позиции и ждать уже 98 это как минимум хотя я разделяю цели банков америка 99 100 уже до конца первого полугодия этого года так еще что хотелось отметить он хотелось обсудить ситуацию золотом которая сейчас на уровне 1794 ранее были рекомендации на покупку золото довольно неплохо выросло там фактически были цены 1850 я делал акцент на индекс выничать настроение кайман так вот после заседания фрс настроение резко изменились потому что те кто покупал золото на фоне геополитических истов таких как ближний восток восточная европа все-таки приняли к кредению тот факт что золото будет очень трудно расти на фоне активного росту американского доллара и принципе именно это и произошло сегодня кайман уже говорит о том что толпа покупает я ранее также давал рекомендации на своих приехать самое время развернуться и ставить уже ближайшая цель была 1800 мы благополучно сделали но сегодня видим то что продажи активно продолжаются идут опять же с прежними силами и скорее всего уже будут цели 1770 1750 как вот дальнейшие целевые ориентиры потом что стоит по золоту сказать что после жесткой риторики американского регулятора сильно страхнул рынок американских облигаций 1,8 процента у меня сейчас открыт динамика прежерис конечно же при такой доходности золото будет очень трудно конкурировать с более надежными финансовыми инструментами которые по-моему же еще позволяет зарабатывать не только на номинале но и на процентных платежах купонных выплатах и так далее поэтому друзья кто хочет рискнуть я предлагаю действовать не дожидаясь каких-то уровней отбоя иногда нужно просто действовать и шортить золото с целями которые обозначены рынок нефти я по-прежнему жду все-таки шорт и снижение в районе 82-80 долларов за баррель а сейчас уже как бы в копилку аргументов почему все-таки шорт может более чем развиться это во первых пятница это традиционный эффект пятницы когда сделки фиксируются особенно после того ролик про могло бы по идее состояться на этой неделе мы видели то что цены на нефть пользуясь активной поддержкой и пора боже фиксироваться перекупленность актива доллар который растет это разумеется снижает привлекательность всех сырьевых активов общая стоимость номинированного американской валюте и еще данные по запасам которые вышли в среду рост и запасов про нефтепродуктов бензин и дистиллят и собственно нефть первая реакция нейтральная страна что рынок проигнорировал этот новостной фон у меня есть одно объяснение что все следили за новостным фоном вокруг ситуации с россией украины но сейчас как мы понимаем риски уже не такие значительные как были и я думаю что все таки всем хватит здравомыслия чтобы не эскалировать ситуацию настолько чтобы речь зашла о полноценном военном конфликте поэтому я считаю что сейчас уже на этих геополитических рисках растить золото не будет черное поэтому можно ставить на коррекцию да я даже заслушался очень интересно и в некоторых пунктах не могу не согласиться действительно что что касается золота что касается доллара тоже наблюдают за событиями за политическими вот и общая тенденция такая особенно почему-то ты упустил кстати смп-500 вот а по смп-500 наблюдается как раз вот это вот неопределенность политической взаимоотношения сша и америки и вот очевидно что вот на этом напряжении да возможно даже на этом напряжении это стало катализатором снижения смп-500 вот и давай перейдем к демонстрации как раз буду показывать и рассказывать так смп-500 раз уже заговорил видно да 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 я вот говорил что единственное препятствие для снижения смп-500 этот уровень поддержки 4273 вот что и произошло в принципе отскочил а вот и тут как бы двоякая ситуация для тех кто хотел закупиться это вот хороший уровень чтобы войти в позицию если кто-то вошел замечательно вполне возможно возможно будет отскок дальше как и смп это иногда любит показывать вроде падает падает потом раз и начинает расти вот но с другой стороны стопы все-таки нужны потому что вот эта вот динамика нисходящая я вот буквально опять новости просматривал и видел что выступал джерен грент грентом это британский миллиардер в управлении там 160 миллиардов долларов его фондах вот и он очень верно предсказал славится тем что очень точно предсказал кризис 2000 и 2008 года и сейчас он говорит что опять будет кризис вот что будет снижение поэтому ну есть повод прислушаться к знающим людям да вполне возможно может это и начало действительно большого снижения вот в том числе и смп да и всего американского рынка вот поэтому здесь нам это поосторожнее потому что мы видим в принципе что смп вышел за пределы своих поддержек да все вот но это поясе 500 значит что касается индекса доллара действительно он да полетел в космос как говорится да ничто его уже не сдерживает и наверное вот золото и доллар они как такие активы гавани до спокойствия то есть все во время кризиса перетекают как бы в доллар и в золото и ну и пример тому что вот доллар начал расти и кстати говоря я в прошлый понедельник так пятницу мы с тобой общались а потом в понедельник я делал выпуск на своем канале кому интересно кстати подписывайтесь обязательно ссылочка в описании будет в понедельник я делал выпуске я сам удивился я сделал я сделал много сигналов прогнозов и как-то я обычно 3-4 дела тут я сделал там порядка десяти я во вторник просыпаюсь и 8 из 10 все точно уже отработали в плюс то есть я вижу как здорово сам был шоке да и в том числе вот я показывал о том что индекс доллара будет корректироваться от уровня сопротивления он действительно корректировался вот ну и дальше пробила ничего там удивительного нет тенденция как бы восходящий очевидно но кто хотел заработал на коррекции на краткосрочных потому что у меня стратегия скальпинг да как посрочные сделки вот но и переходя к нефти по нефти я также это вот один из прогнозов был что я говорил то что будет вторая волна инерционное да снижение вот она и обозначил она действительно произошла вот потому что как правило когда сильное снижение идет потом по инерции идет второе это как я помню еще по моему во времена еще кризиса 2008 года сам по-моему уоррен баффет даже говорил о том что когда было сильное снижение вот и говорили о форме рынка в виде буквы w английской да то есть когда одно снижение потом инерционное второе и она там действительно было вот здесь конечно это мини мини картинка мини проекция да но мы знаем что рынок он как бы фрактальный то есть на всех на больших промежутках времени на малых он похож очень здесь вот такая же w по сути дела была вот так ты можно обозначить вот вот эта вторая волна она была опять что касается сейчас долгосрочных прогнозов по нефти я не делаю но ты говоришь о снижении вот я не могу сказать какие-то долгосрочных прогнозов но краткосрочные если кто-то все-таки планирует закупиться да если кто-то в противоположного мнения то вот от уровня поддержки от этого здесь можно будет на уровне 87 долларов краткосрочно зайти либо в краткосрочную сделку либо в долгосрочную но закупиться с коротким стопом вот и что касается золота да мне тоже понравилась твоя мысль и я действительно вот ее осмысливаю что с одной стороны в моменты кризиса все бегут в золото и оно должно дорожать вот и на самом деле это же вот по золоту небольшую посмотрела новость что всемирный золотой совет сделал отчет что за предыдущий 4 квартал 21 года спрос на золото во всем мире вырос на 50 процентов вот и восстановил все свои потерянные значения ну в момент как бы к вида там спрос на все падал том числе на золото и вот сейчас он вырос опять и как бы наблюдается положительная динамика кажется что действительно вот золото сейчас будет расти вот я вот смотрел вот если на d1 смотреть на v1 например на на неделю видно что у нас есть импульс да есть консолидация такая и учитывая то что спрос на золото растет вполне возможно что мы выйдем из этого треугольника из этой консолидации пойдем дальше вверх ну так я обозначу но это так долгосрочно очень вот сейчас же мы в рамках этой консолидации движемся вниз ближайшую цель я ставлю на вот здесь обозначил сиреневым значит квадратиком это у нас 1778 примерно то есть можно купить от уровня поддержки вот отсюда она наверняка откорректируется здесь мы в любом случае заработаем на коротком движении но дальше опять же говорю да то есть для долгосрочных кто хочет купить это вот здесь хороший повод зайти с коротким стопом вот все таки я рассчитываю что золото все таки будет расти в долгосрочной перспективе хотя вот это вот опять значит противовес того что доллар растет у нас да по всем фронтам а золото котируется к доллару получается что как бы рост доллара он сдерживает этот рост золота это надо учитывать конечно поэтому будем рассчитывать на краткосрочные движения они более предсказуемы с моей точки зрения ну и буквально пару слов хотел сказать о том что я очень порадовался что и маркетс ввел еще три криптовалюты в свой список и теперь он составляет уже 15 криптовалют вот среди них это терра луна солана да и вот и бинанс коин причем самое что меня обрадовало как любителя краткосрочных сделок это то что спреды по ним ну просто восхитительные да то есть по терра луна тут вот 5-6 пунктов даже бывает там 3-4 вот посол они тоже 3-4 и могу порекомендовать действительно присмотреться к ним некоторые клиенты которые со мной торгуют нашей партнерской группе они как бы я думаю пусть обратят внимание на эти криптовалюты потому что я посмотрел и могу сказать что в отличие от других от биткоина там от эфира и других криптовалют эти криптовалюты действительно вот у них такой характер движения очень похож на обычные валюты и что значит предсказуемых техническом плане вот как я прям минутный ну хоть это конечно минуты но тем не менее график вот я сейчас посмотрел даже терра луна я обозначил уровень поддержки и мы видим что идеально просто после пробить этого уровня она на зеркальных уровнях два раза отбилась вниз то есть можно было заработать на продажах вот я в принципе оставляю этот прогноз даже для тех кто любит криптовалюты если в следующий раз еще раз цена пойдет вверх то в этой зоне можем еще раз поставить ордер на продажу можно прямо сейчас поставить я лично поставлю то есть я вижу что эти криптовалюты лучше всего вот приближены к обычным валютам и хорошо на них будет работать технический анализ в отличие от остальных поэтому вот эти вот три вы можете прям увидеть в списке да здесь прям действительно хорошие прям спреды очень маленькие то есть не сопоставимо с остальными криптовалютами поэтому нужно обязательно присмотреться всем рекомендую ну вот таких на позитивных новостях пожалуй закончим спасибо тебе роман за точку зрения за твой анализ следим смотрим соответственно вернемся через какое-то время к повторному анализу разумеется рынки уже будут совершенно в других местах но мы с романом держим руку на пульсе и соответственно готовы адаптировать анализ к каждой рыночной ситуации и не оставлять вас друзья без сделок и без рекомендаций поэтому еще раз роман тебе большое спасибо сегодня пятница я поздравляю тебя с этим хотя учитывая какой акцент ты делаешь на рынок криптовалют я допускаю что суббота воскресенье для тебя такой же рейдерский рабочий да 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 выходные можно торговать да но в любом случае скажу что классно те выходных и до скорых встреч спасибо спасибо пока